Все произошло у одного из строительных магазинов города. Владельцу нужно было погрузить в машину купленные мешки с цементной смесью, чтобы не испачкать новую дубленку. Мужчина переоделся в старый комбинезон, отправился за покупками, а когда вышел, его ждал неприятный сюрприз. Я не сразу смог открыть машину с брелка сигнализации. После того, как машину открыл, понял, что из машины пропали вещи, куртка и телефон. Я неоднократно слышал о таких кражах, но не думал, что в машину полезут из-за куртки, потому что сумку с документами и деньгами я взял с собой. Сумма ущерба, по словам заявителя, составила около 60 тысяч рублей. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции не обнаружили на машине следов взлома. Злоумышленник разблокировал установленные на ней замки с помощью сканера. Владелец автомобиля ушел в магазин, будучи уверенным, ничего не случится. Во-первых, в салоне авто он оставил всего лишь вещи, а не деньги. Во-вторых, стоянка оборудована камерами слежения. Преступники не будут так рисковать. Молодой человек ошибся. Преступники рискнули. Хочу обратиться к гражданам. Будьте бдительны, не оставляйте свои личные вещи в автомобилях, потому что их могут украсть буквально за минуту, за две, за пять. Всех, кто обладает информацией о местонахождении подозреваемых и может помочь в расследовании преступления, мы просим обращаться в Управление МВД России по городу Казани по телефону 294 50 49. На сегодняшний день по каждому из подобных фактов уже возбуждено уголовное дело по 158 статье Уголовного кодекса «Кража». Мария Молочникова, эфир 24.